Три из шести строящихся детских садов в Ярославле могут быть не сданы в срок. Городские власти готовы пойти на крайние меры расторжения контракта. Это выяснилось в ходе инспекции по стройкам социальных объектов, куда уже вложены бюджетные миллионы рублей. Ход работы оценил Евгений Полковников. На Красноборске и Попанино, а также на улице Строителей, стройки детсадов идут полгода. Сроки выполнения работ здесь в графике, который даже перевыполняется, поскольку сдача объекта в декабрь. Есть проблемы в финансировании закупок стройматериалов, однако их решили прямо на месте. Ситуация понятна, проблемы тоже понятны, отсутствие оборотных средств. Соответственно, мы определенные решения приняли, как помогать подрядчику. И в принципе, по всем этим трем объектам видно, что в декабре месяце, как и по контракту положено, их можно сдать в эксплуатацию. Крыши на детсадах подрядчик также покроют раньше срока, не в сентябре, а в конце июля. Поэтому он уже намерен закупать оборудование для монтажа внутри зданий. Мы обратились с письмом к председателю правительства нашего с просьбой оказать помощь в закупке оборудования, поскольку подрядчики не работают без предоплаты, только со 100% предоплаты. Идут навстречу, мы сейчас предоставим все счета на оплату оборудования. Обещали помочь в разумных пределах. А вот стройки садов двух во Фрунзенском районе, одного в Сдержинском отстают от графика. Здесь другой подрядчик. Он приступил к работе в апреле, авансы ему выплачены. Срок сдачи объектов максимум – март следующего года. По тому, как организована работа, видно, что они не будут сданы в первом квартале 2016 года. Поэтому мы приняли решение этого подрядчика приглашать руководство этой фирмы и уже разбираться и подробный график строительства новый делать с учетом того отставания, которое на сегодняшний день допущено. Отставание по трем детским садам во Фрунзенском районе и в Брагино пока до двух недель. Однако при низких темпах работ оно может существенно увеличиться. А этого власти допускать категорически не намерены. Открытие детсадов ждут тысячи горожан. Уже выстроилась очередь. Так, детсад на улице Строителей на 220 мест. Заявок подано 350. Если подрядчик не наверстает упущенное время, городские власти готовы расторгнуть контракт. У нас выиграл подрядчик бизнес-стиль. Более 30 миллионов город заплатил авансов по трем детским садам в выполнении менее двух миллионов рублей. То есть мы готовим сейчас претензионную работу, чтобы в любой момент с этим подрядчиком расторгнуть контракт. Вот там критическая ситуация. Лучше иногда поменять подрядчика, потратить время, чем просто потом получить недострой. Если все шесть детсадов ведут в строй в сроки, то к марту следующего года места в них получат 1350 малышей. Евгений Полковников, Максим Сушанов.